приветствую секретарь рнбу данилов скажем так немножко рассказал той информации которая носит пока закрытый характер но скоро станет всем известно до кремле готовится к бунту не не это не шутка это абсолютно серьезно тем более это разве данных подтверждает и российские коллеги ситуация критическая память эту войну когда начинали понятное дело этого войну начинали олигархи российские и в любом случае начинали не потому что им хотелось деньги деньги да 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 не спорю был майдан кстати майдан российские олигархи потеряли причем мы по сказать рвали по-живому и понимаете когда в некоторых очень таких уважаемых российских олигархов отжимали том числе прошел как же чара представьтесь в россии бизнес имел этот же отжачара до бене тоже немножко там отжал было даже чуть немножко хорошо отжал понимаете произошла ситуация что вот прошел майдан пацану отжали почему отжали по живому я понимаю что для вас до 1000 долларов большие деньги а там понимаете люди теряли миллиарды доллар не поймите реально маленький пример масса вы наверно помните что после майдана с банками была такая немножко ситуация и национальный банк пригрозил что надо увеличивать основной фонд иначе по закрывать ну это касалось ноги банк некоторые банки по закрывали сами знаете но смотрите в россии отнеслись к этому серьезно и например капитал бтб банк сами понимаете чисто российских они залили в общей сложности почти 3 миллиарда долларов 2,8 сбербанк там немножко меньше миллиард шестьсот причем что у нас реально перечислили деньги реально миллиарды теперь возникает просто где они делись ну как конфисковали и втб банки сбербанк отобрали это просто то что такое на виду а там понятное дело что народ и поймите правильно ну понимаете ладно че если бы не ну скажем а так после всех событий как то нет ну все вы гаданы но они что после еще раз это после майдана когда действительно таковала ситуация начали забирать депозиты так дальше нервозность и вот и бурт вот видите у вас нет денег все ну хорошо мы то есть поможем и не залили эти деньги которые пошли на выплату депозитов да 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 и пошли на плате то что они реально эти деньги ушли в украину они пропали но потом он теперь говорит не надо закрыть банки в это бы вам закрыли то есть люди мягко говоря потеряли ну если посчитать все 5 миллиардов долларов оба с листа как за что пацаны подели не вообще там как мать и свое время в интервью рассказала что бизнес в результате ее аферы потерял 770 миллиардов но там где-то половина российской не колоссальный ну просто рвать нужно начать рвали предприятие работала было это самое тут раз меняется собственно пить ком же пришел смыртож как-то и понятное дело что они были готовы вы не считали что надо помститься на навести порядок надо вернуть свое не они вообще-то не скрывать вообще поймите вот это войну который затеял путин за бабло они на их кинули надо бабло вернуть все по-пацански дурная идея абсолютно дурная но чисто российская вообще проси вот этот 90-е года закончились у них не закончились и они дали с этим по этой причине памяти то что там ой путин пришел пукнул и решил напасть то прекращает пути не принимает обрешением дурачок который сидит для фон да да вот эти ребята и да действительно вот как бы исполнял указание российских олигарх как вы хотели тоже понимает кто его можно хлопнуть российский олигарх и действительно начал ну понимаете что произошло тут уже можно по разному то ли действительно там шойгу перефантазировали герасиму то ли эти все ребята из фсб может действительно виноваты медведчук который рассказывал что здесь ждут русской армии может быть спорить не но они действительно были уверены сейчас раз януковича и все возвращать вот так была идея нужно получилось да потом было ей типа ну мы сейчас отожмем вся тоже не пошли потом просто причине но смотрите ну да захватили внеазов сталь но даже когда потом мы типа путь скал ну вот видите я же вам захватил давайте что ты захватил вот это вот этой даром не на разбито погромли ну что что ты нам даешь кусок металлова да что мы типа этим рассчитались у нас сжали миллиарды ты нам миллион даешь разницу понимаете цене вот это произошло вот это произошло мало того вы же понимаете что ну путин много раз обещал вот сейчас да мы да еще и знаете сколько раз он обещал пацанам конкретным пацанам которые базара не любят они на счетчик поставили за базар что вот все все до первого до первого результат ну сейчас типа он обещает я удержу наступление украинской но это это уже и не интересно понимаете абсолютно интересно ты же обещал какие нам какое удержание не удержание что ты им рассказываешь нам бабло надо они твои там трендеж трендеж твой не нужен а бабла нет то есть даже то что не захватили да да он там пытался типа вот зерно ну и санкции конечно понимаете какая ситуация когда это все начиналось то была определенная эйфория в этих пацанов что будет как с крымом типа ну там санкции ведут против парочку этих и все но когда начали бить по олигархам именно по им слово олигарх это не обязательно только его даже называет все это в дерьпаске это все чепуха чиновники ну поймите вот генерал по ССБ олигарх ну конечно олигарх не он вроде бы на госслужбе но вот его жена владеет колоссальным активом правда да 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 ой не олигарх не 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 ну пристань или примеру министр экономики не 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 он на одну зарплату же это прекращайте осы знаете это же кромп просто когда я говорю олигарх это человек который вхож в кремль из бабло так это там есть сенаторы некоторые вы знаете что есть сенаторы он такие сенаторы да активы эти но это честно заработал ну да да в россии нельзя называть их олигархами ну что это меняет и да действительно сегодняшний момент ну как бы олигархи поняли что не проиграли то есть на сегодняшний момент они поняли все мы проиграли то что мы хотели мы же хотели ну как бы заработать вернуть свое а теперь получилось мы еще потеряли не ну путин там немножко пытался им подкинуть давай туда 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 а у нас не срабатывает ну даже вот цены которые на топливо подняли в россии это же рассчитывается ребята ладно вы не можете заработать европе заработаем на россии но и деньги не тут не тот доход копейки на поцелуешь миллиарды надо копейки и вот эта проблема и по этой причине да действительно они вот эти вот настоящие аркутиль кремля и готовят будут самый настоящий да спорить не буду там есть нюанс то что там не один человек а их несколько и все амбициозные все конкретные ну знаете конкретные пацаны которые один одну просто ненавидят это серьезно согласно заглотку цепиться это тоже серьезно убить друг друга это есть и до вайка ситуация понятно что украинская разведка хорошо работает плюс американская плюс там британские даты все есть но тут же еще какой нюанс вышли хуже меня знаете что все эти российские олигархи они очень сильно повязаны да 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 он конечно у чиновника работает кремле вот такая жена гражданка сша и чувство случайно сейчас отдыхать в флориде с семьей и домики там и активы он патриот ленточкой ходит путина нет это все это все вы думаете что он за небольшую сумму денег чтобы жене было удобно не расскажет американской разведки все расскажет и таких но почему действительно тайны кремле не держится вы понимаете получилась ситуация что вот кремлевская элита она не в россии она за пределы россии полностью родственники активы все там потому что есть такая традиция не держать не в россии так что готовьтесь будет ну поймите тут же в чем смысл бунта да это дворцовый переворот да это беспредел да это может перестараться почему ремонт называют можете назвать там по-другому революции назвать это сложно честно это будет российский да действительно в любой бунт может перекинуться на регион это факт мать опять много раз говорю вы не как смотри берем табличку которая есть на сайте ну чего хотите вырастат или можете счетной палаты там и там есть или его сказначе есть где показано распределение дотации по региону смотрели при воде показывать причем она не меняется первое место чечня причем не просто 1 а так когда-то пытались посчитать сколько дотации получает один житель чечни испугались там же сумма на простому получить но вы же понимаете взять население чечни и сумму дотации это просто трое мест Дагестан вот там еще Крым третье место да не первое третье дальше да а дальше как вы понимаете кто хорошо живет Москва а все остальные отстают потому что если посмотреть сколько получают другие вот такие регионы тоже Саратов тоже Смоленск копейки то есть вообще ничего да да делить несправедливо а как вы хотели делить несправедливо конфликт это не то слово супер конфликт ужас и он есть и поятное дело что когда пацаны в Кремле делят а нам чего этот сволочь не так поделила мы тут что а так что да ждем бунт причем если вы думаете что там будет какие-то ну это вот сюда как раз лежит как ну как вот будут пригожены раз-раз тут же здесь мы сейчас с вами беседы но если все спокойно и погнали а да так вот она и будет тут главное держаться за кресло это вам советую потому что шибет все шибет все благодарю за внимание до свидания